Здравствуйте! Наша недельная глава называется «Китабо». В ней Тора продолжает повествование о том, как еврейский народ находится в пустыне и о том, как через Муше Всевышний передает законы еврейскому народу. Также Тора перечисляет конкретные проклятия, примеры, результат греха человека, которые могут спуститься на него в этом мире. То, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Например, процитирую. «И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке». То есть, здесь имеется в виду тот голод, в котором мы находимся. И неподнаслышке мы знаем, что многие евреи стесняются ходить в кепе или в циците природно и стараются прятать это под кепкой или же спрятать цицит в корму. Или же следующий стих. «С женщиной вручишься, а другой человек будет лежать с ней». То есть, здесь имеется в виду насилие, которое спускается в этот мир или же разврат, если мы говорим со стороны женщины. То есть, ецерара, которая побуждает ее гулять. Имеется в виду ассимиляция, которой подвергся еврейский народ в диаспоре и невозможность сохранить традиционные еврейские семьи. Еще одно проклятие, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Цитируется в Торе. «Виноградники будешь сажать и возделывать, но вина не будешь ни пить, ни собирать, ибо пожрет его череп». Что имеется в виду? Все усилия, которые может приложить человек, напрасны из-за наводнений или других стихийных бедствий. Все саженцы могут быть уничтожены, и человек в итоге все равно ничего не получит. Ну и подытожить все проклятия можно одним стихом из Торы. «И станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов». Имеется в виду все насмешки, анекдоты, байки, стереотипы, которые высмеивают наши качества, хитрые, жадность и тому подобное. Поэтому в преддверии шабата я хотел бы пожелать всем нам, всему еврейскому народу, не нарушать запреты Торы, дабы в ближайшем обозримом будущем закончить процесс ассимиляции, сохранить нашу еврейскую самоидентификацию и удостоиться грядущего мира. Всем гуд шаббас, шаббат шалам!